6 августа 1945 года, под конец Второй мировой войны, США сбросили ядерную бомбу «Малыш» на японский город Хиросино. Никогда прежде человечество не сталкивалось с оружием такой мощности. Город был полностью разрушен, от взрыва и его последствий погибло 130 тысяч человек. Через три дня второй взрыв прогремел над городом Нагасаки. Радиоактивное излучение было открыто Антуаном Беккерелем в 1896 году. Радиоактивность — это самостоятельное или спровоцированное деление ядер атомов одного химического элемента в ядра другого. При распаде атома выделяется огромное количество энергии, и как осколки из взрыва вылетают частицы, в том числе нейтроны. Эти осколки и есть радиация. СССР всего спустя месяц после взрывов в Японии начал работы по мирному применению ядерной энергии. Ядерная энергия крайне экономична. Один килограмм урана выделяет энергию, эквивалентную сжиганию примерно 100 тонн каменного угля или 60 тонн нефти. В 1954 году, недалеко от Москвы в городе Обнинск, была запущена первая в мире атомная электростанция. Сейчас в России 11 АЭС, которые вырабатывают одну пятую всей электроэнергии в стране. Атомные электростанции нельзя назвать полностью безопасным источником энергии. В 1986 году на Чернобыльской АЭС произошла ядерная катастрофа. А спустя 25 лет, в результате сильнейшего землетрясения и цунами, была повреждена атомная электростанция в японском городе Фукусима. Сегодня атомные электростанции строят настолько прочными, что они могут выдержать падение самолета, а за безопасность ядерной реакции отвечают самые современные компьютерные системы. Мирный атом можно найти не только на суше. Еще в 1957 году на воду был спущен первый в мире атомный ледокол «Ленин». Он мог ломать лед толщиной до 2,5 метров. В сутки Ленин сжигал всего 45 граммов урана вместо 100 тонн дизельного топлива. Благодаря такой экономичности ледокол мог плавать без дозаправки до 4 лет. Сегодня в составе атомного флота России находятся 5 атомных ледоколов. С середины 20 века энергию атома активно используют еще и в космосе. Там она питает и согревает космические аппараты. В 70-х годах радиоизотопные источники энергии были установлены на советских луноходах. А сегодня американские марсоходы используют в качестве топлива плутоний-238, наработанный в России. Однако есть источник энергии, лишенный недостатков АЭС. Взгляните в ночное небо. Вы увидите тысячи звезд, и в каждой из них происходит термоядерный синтез. Его суть не в распаде атомов, а наоборот, в их слиянии. Но разве можно создать звезду на Земле? СССР стал первой страной, проводившей испытания в этой области. Это экспериментальная установка Токамак Т-3. На ней советские ученые впервые нагрели плазму до температуры 11,6 миллиона градусов Цельсия. Почти как в ядре Солнца. Долгое время никто в мире даже не верил в возможность воссоздания такой высокой температуры. Термоядерная энергия, получаемая из процесса ядерного синтеза, противоположна по принципу действия реакции ядерного распада. Под действием десятков миллионов градусов атомы водорода сливаются в атомы гелия, выделяя огромное количество чистой энергии. Энергия водорода, содержащегося в одном стакане воды, эквивалентна полумиллиону баррелей нефти. При этом термоядерный синтез совершенно безопасен для природы и людей. В случае аварии реакция просто прекратится. Сегодня ученые только на пути к созданию термоядерной энергетики. К 2025 году во Франции при участии в том числе и российских ученых должно закончиться строительство ИТЭР, крупнейшего термоядерного реактора в мире. Ожидается, что после запуска температура внутри будет достигать 150 миллионов градусов Цельсия. Около 70 лет назад советские ученые начали использовать энергию атома для развития промышленности и строительства городов. С тех пор наука прошла большой путь. Сегодня мы становимся все ближе к моменту, когда у человечества появится новый источник нескончаемой и безопасной энергии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok